Разрушительные последствия употребления запрещенных веществ. В третьей школе Черкеска состоялся урок по профилактике наркомании. О том, насколько важны такие беседы, какую работу проводят педагоги в этом направлении, узнавала Альбина Ламкова. А помнитесь, ведь скоро все умрёте, и горят несчастным злом в своём огне. В третьей школе Черкеска на постоянной основе проводятся профилактические беседы, тренинги, лекции и мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и предупреждения зависимости. Директор общеобразовательного учреждения Роза Алиева рассказала о том, что коллектив школы заботится о каждом ученике, следит за его благополучием и готов помочь в любой ситуации. Я очень часто ребятам говорю, когда я посещаю классные часы и наши большие мероприятия, линейки наши, я говорю о том, что в здоровом теле здоровый дух. Я считаю, что надо с детства приучать детей заниматься спортом. Должны быть разносторонние увлечения. Конечно, это отвлекает от всего запрещенного, а ведь привычка, она должна быть выработана именно в полезном направлении, а не в отрицательном. И я категорически, конечно, над этим очень много сама, как руководитель работаю, чтобы не споткнулся наш ребёнок, ребёнок нашей школы. На этот раз урок прошёл в формате интерактивной беседы. Каждый ученик задавал интересующие его вопросы и получил на них ответы. Педагог-психолог школы Татьяны Аджиева подчеркнул опасность наркотиков и их разрешительное воздействие на организм человека, а также на его психическое и эмоциональное состояние. Были даны рекомендации, как оберегать себя от соблазна, попробовать запрещенные вещества и как обратиться за помощью в случае возникновения проблем. На уроке было отмечено, что даже единственное употребление наркотиков может привести к серьёзным последствиям, таким как зависимость, а ещё проблемы с законом и разрушение отношений с близкими. Для успешной профилактики употребления наркотиков среди подростков очень важно объяснять им, давать им точную и достоверную информацию о последствиях употребления наркотических веществ. Важно разъяснять, что мы и делаем в нашей школе. Это о причинах, почему люди начинают использовать наркотики. Кроме того, мы сообщаем о том, что употребление наркотиков – это незаконно и может подвести к уголовной ответственности. Психолог рассказал о том, как распознать первые признаки зависимости, как противостоять давлению сверстников и как найти увлекательные занятия, которые помогут заменить вредные привычки. У вас есть ваше тело. Оно единственное, оно индивидуальное. Ни у кого такого тела нет. Если вы хотите, чтобы оно гнило, портилось, то вы идёте и принимаете, что? Яд. Яд. А если вы хотите, чтобы ваше тело было здоровое, красивое, потянутое, то вы делаете, что? Важным моментом урока стало обсуждение стрессовых ситуаций и способов их преодоления без вредных веществ, погубно влияющих на здоровье человека. Психолог подчеркнула, что существует множество альтернативных способов расслабиться и справиться со стрессом, такие как занятия спортом, творческая деятельность и общение с близкими. Нужно бережно относиться к своему телу. Для этого нужно правильно питаться, заниматься спортом. Все мои друзья, они за здоровый образ жизни. Не только в школе, но ещё и дома нам рассказывают, что здоровый образ жизни – это хорошо. Урок на тему «Нет наркотикам» стал важным и познавательным событием для всех учеников. Он напомнил о необходимости беречь своё здоровье и принимать ответственные решения. А также показал, что школа является надёжным партнёром в этом процессе.